Область исследования. Малый таз. Контрастное усиление не проводилось. На мр томограммов малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично. Поддошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямо кишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь. Положение формы обычной, размеры не увеличены. Контуры четкие и ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержима однородной структуры визуально и интенсивностью сигнала соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Матка. Положение формы обычной, размер, 45 на 39 на 25 мм. Контуры четкие и ровные. Очаги патологического сигнала не выявлены. Толщина переходного миометрия в пределах нормы. Полость матки хорошо визуализируется не расширена. Шейка матки не увеличена. Цервикальный канал сомкнут. Обращают на себя внимание множественные Охо на боте диаметром до 9-10 мм. Яичники правильно расположены. МР архитектоника сохранена. Правый яичник размером 28 на 14 мм. Фолликулы до 8 мм. Левый яичник размером 29 на 26 мм. Фолликулы до 8 мм. Содержит доминантный фолликул диаметром до 15 мм. Дополнительных образований в проекции придатков матки не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу, в межкишечном пространстве минимальное количество. Заключение. МР признаки наличия объемных образований в зоне сканирования не выявлены. Определяются косвенные МР признаки эндоцердицита. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М. А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ им. Мечникова. Комментарии врача-рентгенолога. Добрый день. С уверенностью можно говорить, что каких-либо патологического образования в малом тазу у вас нет. Мочевой пузырь, матка, яичники совершенно нормальные. Но в шейке матки у вас есть множественные кисты эндоцервикса, наботовые кисты, что говорит о наличии хронического воспалительного процесса, жалобы на которые вас беспокоят. С этим будет иметь смысл обратиться к гинекологу. Субтитры сделал DimaTorzok